Витаю вас на фабрике новин. Я Ирина Каблучко. И с нами в эфире российский журналист, социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, спасибо, что нашли время. Спасибо, что позвали. Здравствуйте, Ирина. Замена главнокомандующего ВСУ – это, пожалуй, самое важное событие, которое произошло в Украине за последние несколько дней. Валерия Залужного заменил Александр Сирский. И вот буквально после информации об этой замене сюжет ИРТ уже нашел какую-то соседку якобы родителей Сирского, где передают слова нового главнокомандующего вооруженными силами Украины о том, что якобы он ненавидит украинцев. По вашему мнению, Игорь Александрович, как россияне могут сейчас воспользоваться этой ситуацией, учитывая, что украинское общество встретило решение президента Зеленского неоднозначно, чего нам стоит опасаться? Вы знаете, я начал бы с последних ваших слов насчет того, что украинское общество встретило неоднозначно. Вот я просто буду опираться, поскольку я гражданин страны-агрессора, и, так сказать, мне надо быть очень аккуратным в своих суждениях, в своих словах. Поэтому я буду опираться на цифры, на факты, только факты. Значит, смотрите, в конце, если не ошибаюсь, 20 декабря прошлого года Киевский Международный институт социологии провел опрос. Поскольку информация о том, что заложный может быть отправлен в отставку, она уже не вчера появилась. Эта информация в СМИ существует уже несколько месяцев. И вот в конце прошлого года этот опрос показал, что 72% украинцев относятся к этому решению негативно. 72% негативно. Только 2% приветствовали бы это решение. То есть огромный негатив, который был в украинском обществе. Это важный факт. Теперь произошло, отставка произошла, состоялась. Президент Украины Зеленский воспользовался своим конституционным правом, отправил в отставку главнокомандующего Залубного. И вот я, вот кроме одного блогера, который, так сказать, призвал прийти на Майдан и, значит, как-то воспрепятствовать этому решению, вот никаких каких-то серьезных движений. Вот да, есть, есть, ну, Украина свободная страна, в ней есть свобода слова и есть право у каждого гражданина критиковать решение президента. Но, скажем, вот каких-то бурных протестов мы не видим. Это просто факт. Вот мы не видим, так сказать, там говорили о том, что чуть ли не Майдан будет. Никакого, даже никаких признаков Майдана нет. Зеленский наградил, поблагодарил заложенного за службу, наградил его званием Героя Украины. Тот с благодарностью это принял, мы все видели это видео. Вот, так что, в общем, так сказать, я думаю, что вот в данном случае, так сказать, решение было принято, ну, скажем так, сдержано. Украинским обществом было принято сдержано. Другой вопрос. Все сейчас изменилось, потому что если до этого как-то восприятие Украины, не только Украины, военное и политическое руководство было как-то разведено, то сейчас, безусловно, всю ответственность за все, что происходит, в том числе на фронте, будет возлагаться на президента Зеленского. То есть он взял на себя, тем самым, всю полноту ответственности. Это вот что касается того, что происходит в Украине. Теперь, что касается России. Естественно, для российских медиа, для российской политики любая попытка каким-то образом поколебать единство Украины, любая попытка воспользоваться чем угодно, абсолютно чем угодно, для того, чтобы бить клин между украинским руководством и украинским обществом, между военным и политическим руководством Украины, любая попытка используется для этого, потому что это ослабление Украины. То есть ведется ожесточенная информационная война, и если брать соотношение сил в этой войне, то я думаю, что соотношение сил в информационной войне значительно более асимметрично, то есть в большей степени превосходства России и в плане денег, которые вкладываются в информационную войну, и в плане средств неизмеримо, Россия превосходит Украину. Значительно больше. Если, скажем, по численности населения, Россия в четыре с чем-то раза превосходит Украину, если по военному потенциалу превосходство тоже значительное, то если брать средства, которые идут на информационную войну, то здесь порядки другие, просто другие порядки. Денег больше и ресурсов больше. То есть здесь можно сказать, что вот сейчас иностранное информационное оружие большого поражения, большого радиуса поражения было завезено в Россию в виде такера Карлсона. И что называется... Баллистическое, фактически, оружие. Баллистическое, да. Баллистическое термоядерное оружие было использовано. Вот сейчас уже, насколько я понимаю, сильно за 100 миллионов вот это вот интервью ночное перевалило. То есть это, да, это вот такая вот, так сказать, такая западная помощь, я бы сказал, используется. Украина ничего похожего не имеет. Поэтому будут долбить изо всех орудий. Будут долбить изо всех орудий. Конечно же, вот это вот решение, это самое серьезное решение, пожалуй, которое принял во внутренней политике, принял президент Зеленский, оно, конечно, будет использоваться, как любое серьезное решение, будет использоваться для торпедирования, для ударов по Украине. Ничего другого здесь ожидать было нельзя. Предлагаю тогда поговорить о западном баллистическом оружии, которое было завезено в Москву и уже в виде интервью вывезено обратно на Запад, в Америку. Для тех, кто, может быть, вдруг пропустил, российский диктатор Путил дал интервью американскому, журналистам даже не поднимается, не поворачивается назвать его язык, американскому ведущему, скажем так, Такеру Карлсону. И два часа где-то они говорили, ну, во всяком случае, два часа – это та версия, которая вышла в эфир. Вас, Игорь Александрович, что-то особо впечатлило, что-то вам показалось сенсационным в этих двухчасовых излияниях Путина? Ну, в основном это были повторы, но были, ну, скажем так, были курьезные моменты. Вот, понимаете, Путин вот два с половиной часа, там больше двух часов намного было, в той версии, которая была опубликована, было больше двух часов, значит, и все это время Путин врал. То есть он врал каждый раз, когда открывал рот. Вот, и изумленное лицо Такера Карлсона, оно, вот, может быть отдельным, так сказать, отдельный фильм можно сделать, просто глядя на мимику этого человека. Хотя Такер Карлсон сам, лжец, известный конспиролог, производитель фейков и так далее, но здесь, конечно, он столкнулся с таким маэстро, маэстро лжи, с которым ему было сложно даже находиться в одном диалоге. Так вот, начну, есть, понимаете, началось все с того, что Путин спросил Карлсона, значит, выяснил у Карлсона, что он историк по образованию. И это было, конечно, это то, что Карлсон сознался в этом, это была его серьезная ошибка, потому что Путин сказал, сейчас 30 секунд, 30 секунд историческая справка. 30 секунд. Получилось 30 минут. На полчаса он развез, опять он тут же, Такер Карлсон получил ему Рюрика, потом, значит, там, значит, Чингисхана, Золотую Орду. Ну, короче говоря, все, начиная с Рюрика, Путин стал ему рассказывать свою версию истории, которая никакого отношения к реальной истории, конечно, не имеет. Вот, подарил ему какие-то бумажки от Богдана Хмельницкого, зачем-то, я не знаю, что он будет, что Такер Карлсон у себя в Америке будет делать с какими-то бумажками Богдана Хмельницкого. Ну, видимо, Путин считает, что без этих бумажек Такеру Карлсону совсем жизни нет. Ну, вот, таким образом. Потом, значит, очень было забавно, когда он сказал, что привел свой диалог с Зеленским, диалог, которого точно, сто процентов не было и быть не могло, когда он сказал, что, значит, Володь, ну, как же тебе не стыдно, у тебя же папа, фронтовик, воевал, значит, с нацизмом, а ты вот такой... Ну, просто учитывая, что отец Владимира Александровича Зеленского родился в 1947 году, в декабре, вот, когда уже более двух лет как война закончилась, ну, вот, видимо, с помощью какой-то машины времени он смог повоевать, повоевать на фронте. Вот. Ну, это такие... Потом, конечно, совершенно замечательно. Он, на самом деле, Путина иногда несет. То есть, на самом деле, понятно, что он готовился, понятно, что были многие заготовки, но я думаю, что его иногда несет. Он, так сказать, начинает раскрепощаться, поскольку, ну, все свои, что там, можно вообще, в принципе, было и штаны снять, так сказать, все же... Ну, он дома. Вот. Он чувствует, так сказать, комфортную обстановку, и его несет. Вот это вот его разговор о том, что поляки вынудили Гитлера напасть, начать Вторую мировую войну, это дорогого стоит. Несколько раз он сказал, ну, как, ну, Гитлер был вынужден начать. То есть, понимаете, вот, вообще-то Гитлер хороший парень, он ни в чем же не виноват. Ну, поляки виноваты, понимаете? Они вынудили Гитлера начать войну. Вы знаете, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что у Путина в данный момент произошло замещение. Замещение типичное. То есть, он же все время говорит о том, что не мы напали, на нас напали, мы вынуждены были. То есть, он себя в данном случае поставил на место Гитлера. Или Гитлера на место себя. И, как бы, он же понимает, что на самом деле, что на самом деле, если опрокидывать вот эту вот войну на Вторую мировую, то Гитлер как раз он. Это же очевидно. То есть, точно таким же образом, как Гитлер напал сначала на Польшу, затем на Советский Союз, ну, вот все, значит, 22 июня ровно в 4 часа, значит. Ну, здесь 5 часов. Немножко промахнулся. То есть, это опять-таки полная калька с начала, так сказать, нападения Гитлера на СССР. Здесь нападение Путина на Украину. В точности. Поэтому он себя, в общем, вольно и невольно ставит на место Гитлера. И оправдывает. Гитлер же так же, как и я. Я же ничего не мог сделать. Это дорогого стоит. Вот это вот признание, оправдание Гитлера стоит дорогого. Ну, а все остальное, я даже не знаю, тут в этих двух часах, там можно каждый перл описывать. Но в целом, я думаю, что там все повторы. Ну, и если говорить о том, что запомнилось, то, конечно, лишний раз все-таки вот такое клеймо не журналист на лбу Такера Карлсона, которое просто отпечаталось, потому что провести два с лишним часа в компании с человеком, который является международным преступником, по которому выдан ордер на арест, и не спросить даже об этом. Вот как, ну как, вот ты, вы международный преступник, вам выдан ордер на арест. Как вы к этому относитесь? Да, то есть, ну, даже такой лояльнейший, так сказать, халуйский вопрос человек не задал. Ну, и вообще в целом, говорить с человеком, который развязал войну, в результате которой погибли более полумиллиона человек уже на сегодняшний момент, и ни слова не сказать, не произнести слово, Буча, Мариуполь, Харьков, Херсон, то есть, вот те преступления, там, Одесса, Одесса, которую постоянно бомбят, вот ничего этого, вот ничего про те преступления, которые совершаются в Украине, ничего об этом не сказано. Даже просто как вопрос, ну, просто чтобы прозвучал, отметиться, просто отметиться, ну, так вот, для, на всякий случай, для сохранения репутации. Ну, Тайкер Карсон и репутация, это вещи несовместимые, как известно. Игорь Александрович, а зачем вообще вся эта информационная эпопея Карлсону? И зачем она Путину? Ну, у этой всей истории есть три бенефицара очевидных. Трамп, что это? Да, Трамп, безусловно, Путин и Карлсон, понимаете? Ну, слушайте, он уже сейчас, я вот перед нашей с вами беседой, я не смотрел счетчик на, вот на этой самой, в сети X, то, что называлось раньше, Twitter, но я утром, у меня просто утренние стримы, 7.40 бывает, я вот перед утренним стримом где-то в пять часов утра посмотрел это интервью на Твиттере бывшем, и там был счетчик значит 76 миллионов просмотров, я думаю, что сейчас уже за 100, ну, плюс еще там какое-то несколько миллионов у него на собственном его Ютубе, Такера Карлсона, то есть я думаю, что сильно-сильно за 100 миллионов перевалит, я думаю, что там, ну, я не готов, я не готов, так сказать, итоговую цифру, но будет очень много просмотров, то есть это гигантское продвижение, это резонанс, это, ну, скажем так, капитализация Карлсона, она от этого только вырастет, безусловно. То есть Карлсон хайпует, да? Да, ну, можно так сказать, плюс к этому, вы понимаете, здесь же еще такие симбиотические вещи есть, значит, Карлсон, то, что в ноябре прошлого года Трамп сказал, что он рассматривает вариант, значит, взять Такера Карлсона себе в вице-президенты, я, конечно, не думаю, что он на это решится, но это, кстати, это было бы очень хорошо, потому что тогда возникла бы ясность, понимаете, маски сняты, да, да, это была бы ясность, вот тут было бы все понятно, кто такой, ну, и так понятно, кто такой Трамп, понятно, кто такой Такер Карлсон, но тогда было бы все совсем ясно, это хорошая история, всегда хорошо, когда все открыто, вот, но я думаю, что и в этом плане, но что касается Трампа, то он бенефициар безусловный, потому что здесь в интервью, правда, ну, напрямую там никто не хвалил Трампа, но было сказано, что Байден, да я, я даже не помню, когда я с ним встречался, я что, должен помнить, что ли, то есть Байден, вот, и опять-таки, не очень явно, здесь не было в лоб, но, по крайней мере, с Трампом хорошее отношение, а Байден, я даже не знаю, когда я с ним встречался, то есть, как бы, на американскую аудиторию, Байдена подтопить, Трампа чуть-чуть приподнять, ну, и для Путина, конечно, так сказать, попытка, что называется, представить путинизм с человеческим лицом, такая попытка от человека, который в Соединенных Штатах Америки имеет, в общем-то, достаточно большую аудиторию, это, это, я не знаю, насколько это удастся, насколько это сможет изменить мнение американцев, но, я думаю, что, ну, кого-то сможет, кто-то же его смотрит, кто-то же, ну, и потом, и Трамп, безусловно, сейчас, политик, там, я не знаю, какой он номер один, или номер два, но, во всем случае, очень влиятельный, так что, это, баллистическая ракета, достигла цели. Вот, говоря, кстати, о человеческом лице путинизма, вам не показалось, что Путин, как будто бы, особенно в начале, пытался казаться мягче и добрее, чем он обычно себя позиционирует в таких публичных выступлениях? Вы знаете, ну, давайте так, во-первых, он встречался, то есть, в каких выступлениях, понимаете, когда он, когда он дает интервью какого-нибудь Соловьева, или какого-нибудь, так сказать, сотруднику ВГТРК, то он, в общем-то, тоже достаточно, так сказать, такой добрый дедушка, да, то есть, он, в общем-то, никого, никого, так сказать, в этот момент зубами не рвет, бритвы по глазам не бьет, поэтому, в общем, он так, он бывает такой, когда он встречает, когда он дает интервью западным журналистам, давно он этого не делает, но в тех случаях, когда он дает интервью западным журналистам, да, он, так сказать, язвит, он, так сказать, пытается, так сказать, атаковать, а здесь он встречался с человеком, который приехал для того, чтобы сделать ему хорошо, и, в общем, старался, поэтому, чего ему, чего ему злобствовать, да, он пытался, вот, изобразить человеческое лицо, но, периодически срывался, вот, и в случае, ну, понимаете, маска сползала, и, понимаете, одно дело выражение лица, а другое дело контент, и когда человек открыто начинает оправдывать Гитлера, когда, значит, человек несет всю эту злобную ахинею, то, в общем, важно, ни с каким выражением лица он это делает, а важно, важно, что он говорит, поэтому, ну, в принципе, да, он попал в комфортную очень среду, Такер Карлсон, что называется, погрузил его в теплую ванную обожание, поэтому он расслабился. Ну, и тем временем, в России ЦИК показал, как будет выглядеть бюллетень на том процессе, который там же называют выборами, и некоторые лидеры общественной мысли в России уже говорят о том, что это самый короткий бюллетень из всех тех, так называемых выборов, в которых участвовал Путин, там всего четыре фамилии, и нет, как вы и прогнозировали, Игорь Александрович, фамилии Надеждина. Что теперь будет вот с теми людьми, которые и объединились вокруг Надеждина, я имею в виду, так называемые либералы, российские либеральные силы, и все те люди, которые на морозе стояли для того, чтобы оставить за него подпись, как они на это отреагируют? Я думаю, что можно говорить о трех, так сказать, трех последствиях, которые здесь произошли. Первое, это те люди, те, так сказать, лидеры общественного мнения, которые поддержали Надеждину. Я думаю, что они останутся при своих, проект Надеждина закончился, и поэтому все разойдутся по своим информационным пузырям. Ну, о ком мы говорим? Мы говорим о Михаиле Борисовиче Ходорковском, который поддержал это, здесь же все именное. Вот, ну, да, поддержал, не получилось, и дальше будет заниматься своими делами. Особая ситуация с Максимом Кацем, по поводу которого, значит, Надеждин сказал, что он вообще не знает, кто это такой. Когда его спросили, ну, это довольно известный в России политтехнолог, который называется политиком, и который всегда, значит, несколько преувеличивает свою роль в истории. Вот, и в этом случае, в этом случае, значит, Надеждину был задан вопрос, а каковой роль играл Кац в сборе подписи, на что, значит, Надеждин спросил, а кто это такой, что он знать не знает никакого Каца, ну, что тоже довольно характерно. Вот, значит, поэтому все останутся при своих. Что же касается людей, которые стояли на морозе, тут же не только люди, которые стояли на морозе, это еще и 65 штабов Надеждина по региону. Я думаю, что Надеждин попытается, так сказать, как-то конвертировать вот этот капитал, человеческий капитал, капитал поддержки, капитал доверия, организационный капитал, попытается, наверное, конвертировать, скорее всего, в какое-то движение. Партию ему, конечно, никакую не дадут зарегистрировать, но движение какое-то создаст. Я думаю, что результатом этого будет создание некоторой, это никуда не денется, то есть, проект Надеждина, конечно, закончился, как электоральный проект, но как общественное движение, может быть, может существовать. И туда нападают все те люди, которые живут в России, и которые не любят Путина, которые за мир, но, так сказать, скажем так, не очень готовы к каким-то насильственным действиям, к каким-то решительным действиям, не готовы эмигрировать. То есть, вот такая вот публика, вот как раз та, которая стояла на морозе. Хорошо это или плохо? Не знаю. С одной стороны, в общем-то, любая какая-то движуха внутри России, это неплохо. Но то, что все это будет под Надеждиной, это плохо. Потому что Надеждин – это приспособленец, Надеждин – это человек, который при необходимости… У него разные лица. Понимаете, у него есть лицо там бывшего друга Немцова, который в свое время, я имею в виду Надеждин, который говорил, что если вы хотите в Европу, то вам нужен другой президент. Это он в телевизоре говорит. А с другой стороны, это человек, который рвался, выдвигаться от единой России, очень хотел стать доверенным лицом Путина. Не взяли. Это человек, который в настоящий момент является муниципальным депутатом от партии «Справедливая Россия». На всяком случае, это партия Сергея Миронова. Это, так сказать, путинист, фашист, примерно, ну, в одном ряду с Медведевым, там, и так далее. В этой партии состоят, там, депутат Журавлев, ну, в общем, короче, самые, самые отъявленные мракобесы, какие только могут быть. То есть, он, вот от этой партии, он находится сейчас в муниципальном собрании города Долгопрудный. Поэтому, человек, абсолютно, абсолютный приспособленец, и, вот, то, что такой потенциал оказался в его руках, это не очень хорошо. А так, в принципе, проект этот закончен, так сказать, благополучно слит в унитаз, как, впрочем, и надо было ожидать с самого начала, о чем я говорил с самого начала возникновения этого проекта. Тут, кстати, была новость параллельно о том, что Анатолий Чубайс, это бывший высокопоставленный, наверное, мы можем сказать, российский чиновник и политика, что он сейчас занялся изучением постпутинской России, и главный тезис из его исследования, как российские либералы допустили то, что, собственно, сейчас происходит на наших с вами глазах. Тут вот интересно, потому что я знаю, что вы говорите, подчеркиваете время от времени, что те люди, которые себя в России называют либералами, не такие уж прям и либералы. Мы могли бы такой провести экскурс? Что вообще принято считать классическим либерализмом и почему не все русские либералы по этим критериям проходят? Ну, новость о том, что Чубайс изучает, значит, историю предательства российского либерализма, это означает, что Чубайс пишет собственную биографию. Потому что наиболее ярким примером как раз того, как российские либералы закончили, которые на самом деле никакого отношения к либерализму не имеют, именно эти. Нет, в России есть либералы, так сказать, люди, которым я лично испытываю громадное уважение, они действительно настоящие либералы, вот, но вот Чубайс и его, и же с ним никакого отношения, конечно, к либерализму не имеют, и Чубайс это был один из главных, то есть, ну, это человек, который на самом деле стал одним из тех, кто захлопнул окно возможностей в начале 90-х, это один из тех, кто Путина привел к власти, просто руками его подсадил, так сказать, на президентский трон, поэтому, ну, тут, это очень забавно, это... Автобиография. Да, это автобиография, вот, что касается либерализма, здесь все, в общем, предельно понятно, известно, либерал, это человек, который, у которого свобода, индивидуальная свобода человека на первом месте, права и свобода человека ставятся на первое место, причем, права и свобода других людей, вот, это, в общем, достаточно ясная, понятная и простая, простая идеология, вот, ну, она, безусловно, делится, там, есть правый, левый либерал, это все, это все другая история, но, в целом, либерал это человек, который права и свободы человека ставит в качестве приоритетной ценности, вот, что касается российских либералов, в чем проблема, дело в том, что в начале, в начале нулевых, ну, скажем так, в конце 80-х, ну, в основном, в начале нулевых, когда открылось окно возможностей, то возникла проблема у вот этих вот российских людей, которые себя называли либералами, демократами, они, так сказать, решили, что они стали большим, большими поклонниками модели Пиночета, вот модель Пиночета, она пользовалась большой популярностью, то есть, условно говоря, они не захотели, значит, разрушать, так сказать, орудия диктатуры, считая, что, то есть, была модель такая, что демократия это власть демократов, и для того, чтобы провести реформы, необходима жесткая власть, сильная рука, и необходимо использовать те инструменты насилия, которые остались от советской власти. Именно поэтому, вот я просто был внутри этого процесса, и, ну, можно было криком кричать людям, которые строят вот эту вот так называемую либеральную диктатуру. Опять-таки, это жареный снег, либеральная диктатура, но они хотели именно либеральную диктатуру построить, то есть, железной рукой загнать людей в либеральный рай, нарушая их законы, нарушая их права и так далее. Именно поэтому, когда вот можно было криком кричать, чем я и занимался, чтобы, что нельзя принимать конституцию самодержавную, с властью президента, который находится над всеми ветвями власти. Нет, у нас вот будет, это надо, потому что у нас будет вот хороший президент, хороший диктатор, хороший самодержец, у нас будет вот пиночет, который будет проводить хорошие экономические реформы. Поэтому отстаньте, не трогайте. Значит, когда я дважды стоял на трибуне Государственной Думы и пытался уговаривать всех, и Гайдара, и Явлинского, и всех, что надо ликвидировать государственное телевидение, надо, так сказать, создавать общественное телевидение, мне говорили, не надо, вот оно сейчас будет в хороших руках. Это будет, это будет, да, это будет информационная диктатура, но она будет в хороших руках. Мы будем пропагандировать реформы. Кстати говоря, вот мои очень немногочисленные контакты с Чубайсом, они как раз вот этому были посвящены, что не надо ничего этого делать, не надо разрушать государственное телевидение, потому что сейчас через это телевидение мы будем объяснять, какие у нас хорошие реформы. Мы будем людям объяснять, что то, что у вас исчезли сбережения, вот, и то, что вы по помойкам сейчас ходите, и то, что у вас ликвидированы научно-исследовательские институты, и вместо них там торговые фирмы созданы, коммерческие магазины открыты, это очень хорошо, и то, что вы ученые, там, инженеры, так сказать, вынуждены по помойкам ходить, это все очень хорошо. Вот мы через телевизор будем, так сказать, проводить непопулярные реформы. Ну, и то же самое там и с Чечнёй, так сказать, и так далее. И идея того же Чубайса, что в Чечне возрождается российская армия, имеется в виду две имперские войны, две имперские войны с Чечнёй, и идея того же самого Чубайса, о том, что мы строим либеральную империю, либеральные империи, вот это термин Чубайса, вот это все. То есть, это на самом деле никакого отношения, конечно, к либерализму не имеет. Ни к либерализму, ни к демократии. То есть, это очень серьезный порог российского либерализма, даже тех людей, которые не просто себя называли, а которые в программе писали какие-то либеральные вещи. Так что, вот окно возможностей было заколочено самими реформаторами. Ну, а потом, на самом деле, после начала 90-х годов эта колея уже была протоктана и там уже ничего нельзя было изменить. Вот в течение 90-х там изменить ничего было нельзя, уж когда Путина привели к власти, кстати говоря, те же самые люди, которые в том числе, в том числе не только, но в том числе и те люди, которые назывались алибералами. Просто я напоминаю, что когда одной важной ступенькой в операции «Приемник», когда Путин к власти проводили, было его избрание Государственной Думы в августе 99-го года на должность премьер-министра. Без этого бы ничего не состоялось. Так вот, Путин пришел к власти, стал премьер-министром голосами «Яблоко» и лично голосом Григория Сеевича Явлинского, классического либерала. Лично Григория Сеевича Яблокова, там было очень небольшое, то есть нужно было 225 голосов, 226 голосов для принятия решения, там было чуть-чуть больше, и это эти недостающие голоса были голоса «Яблочников», в том числе лично голос Григория Сеевича Яблокова. Вот это все, что надо знать о российском либерализме. Я думаю, что вы сейчас могли бы сэкономить время Анатолию Чубайсу, для того, чтобы он не занимался исследованиями там, где они очевидны и на поверхности. Спасибо вам большое, Игорь Александрович, за интересный, как всегда, разговор. Друзья, я напоминаю, что с нами был Игорь Яковенко, российский социолог, журналіст. Будь ласка, не вагайтеся, пишите комментарии, питания, ваши думки щодо тих тем, которые мы обговорювали сьогодні. Поддержите нашу работу, нашего гостя вподобайкою и подписывайтесь на наш канал, если вы до сих пор не сделали. До следующих встреч на Фабриці Новин. Редактор субтитров А.Семкин